Привет, друзья! Вот смотрите, интересное дело. Вот Дагестан, в котором я родился, это многонациональная республика, в котором много-много именно коренных национальностей. И это такая кузница межнациональных отношений и выживания совместного, с созиданием. Потому что народ в Дагестане очень активный, если вам известно, выживательный такой. Они где только не работают, не стараются, получают результаты, победы всевозможные в самых разных областях. Ментальность такая. Это пример, это модель на всю планету, для всех стран. Потому что все другие республики, например, и все другие страны в мире, они преимущественно не многонациональные. Они вот итальянская или, допустим, там другая страна, но там итальянцы в основном живут. Но вот такого, чтобы коренных национальностей было очень много, и чтобы они совместно как-то созидали, вот это вот момент очень важный. И я там как раз и родился. Поэтому я создал школу «Человек будущего» именно потому, чтобы вот этот пример взаимосотрудничества, взаимотворчества вообще распространять. Вот эту школу «Человек будущего» надо распространять. Потому что для всей планеты наша основная забота у людей, как же сохраниться, как выжить в случаях каких-то резких перемен, при столкновении с неизвестностью, с неопределенностью. И как раз-таки мы создаём совместно науку человечности, определяем там вот эти вот понятия, что такое любовь, сопереживание, сотрудничество, что счастье – это быть собой, высшее счастье – это коллективное творчество, когда каждый остаётся самим собой, но всё вместе, синергично, в таком конструктивном диалоге решаем общую задачу, добиваемся общей цели. Это очень важный момент. Второй тезис, как я хотел сказать. Вот есть такое понятие, как кнут и пряник, как наказание и поощрение, на котором строится мир. На этом, кстати говоря, животных воспитывают, или их, как говорится, сгреют за что-то, или посластят за какое-то действие. Таким образом, вот это вот поощрение, поощрение за какие-то действия развивает навыки реагирования именно в этом направлении. Поэтому есть у нас воспитательные меры, такие в мире вообще, и у человечества, как ад и рай. Потом, значит, тюрьма и свобода. Это такие вот полярные вещи, как добро и зло. Ну, вот я вам определю в этом тезисе, что такое добро, чтобы было понятно для науки человечности. Добро – это то, что в итоге побеждает, конечно, но в итоге побеждает. Везде, в стратегическом смысле. Добро – это то, что работает на жизнь. Противлогии смерти. А зло – это то, что работает на сокращение жизни, на смерть. Вот оно что. Поэтому и заповеди были, ну, не делай так, не делай так, не делай так, чтобы жизнь сохранить на планете и разум. Так вот, у меня в школе человек будущего как раз таки не то, как не делай так. Это сложно. А как надо делать, и причём с удовольствием. С удовольствием. На этом основана наша методика, основная волна, например, когда ты подбираешь себе действия синхронные твоему индивидуальному состоянию в момент применения этих действий по критерию максимальной комфортности. Максимальной комфортности. И что ещё важно, в итоге я вам скажу. Важно то, что мне удалось как учёному разобраться, и в конце концов вот этот вот страх, страх научиться трансформировать в новые достижения. Вот в этом суть. Что вот это вот страх, который у животных есть, а у человека, как известно, есть выбор в отличие от животных. И в чём же он заключается. Выбор у него есть, когда он не в страхе, когда он не в стрессе, когда у него голова работает на созидание или на восстановление. Да, и вот это у нас есть методика, включая разгрузка, а чтобы научиться страхи всякие, которые возникают в жизни, трансформировать на решение недоступных ранее задач и целей, перезагрузка методика. Это всё у нас будет на вебинаре, куда я вас всех приглашаю, 11 числа, 21 час, и там будет дана ссылка внутри вебинара, как выйти в Zoom, чтобы вы могли задавать любые вопросы и получать развернутые ответы. Потому что там это формат такой, который это позволяет делать. поэтому до встречи, друзья. Итак, мы там в этой методике соединим пряник и кнут, что кнут, как таковой, вот этот вот, превращается в пряник. Это очень сильно, такого в мире никогда не было. Ну и до встречи, друзья.